здравствуй мой друг в этом видео мы с тобой поговорим о том как надо заниматься своей речью чтобы избавиться от заикания чтобы перестать бояться чтобы научиться говорить сложные слова сложные буквы чего делать надо чего не надо это будет большое длинное видео такое целое не знаю насколько но в нем будет полная такая система со всеми шагами с ошибками чего делать не надо я расскажу свой собственный опыт меня зовут александр кабанник и я сам очень сильно заикался с 6 до 24 лет потом я начал заниматься заниматься своей речь я расскажу в этом видео что я делал как я делал чтобы научиться хорошо говорить мне потребовалось два месяца ежедневных занятий чтобы научиться говорить хорошо и последние восемь лет я другим людям помогаю подсказываю рекомендую что как нужно делать сейчас эти техники методики прям отработались по до такой четкого пошагового плана и в этом видео я с тобой поделюсь этими наработками этими упражнениями методиками которые тебе нужно собственно внедрить сделать и так поехали возьми блокнот ручку подпишись на канал поставить колокольчик это поможет мне как-то продвигать эту тему чтобы другим людям как-то помочь в жизни потому что я сам сильно заикался я понимаю насколько тебе хреново живется насколько ты ну как тут не верим себе зажат вся жизнь идет под откос если человек заикается если ты будешь подписанность ты будешь как-то поддерживать комментировать изучать это внедрять то это поможет также другим людям которые эту данную проблему имеют давай начнем с того я расскажу о том как я начал заикаться и что я сделал когда я собственно от него избавлялся что и отделки упражнений начал я заикаться после сильного испуга я потерялся на вокзале мне было шесть лет у меня в теле все сжалось напряглось и с тех пор я начал заикаться 6 лет меня также возили по всяким бабушкам дедушкам выливали испуг вот был какой-то логопед школе ну ничего этого никак не помогал и так шло 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 были проблемы с девушками в общении в классе я была я был достаточно умным ребенком но где-то я получал хуже оценки где-то я не мог себя выразить я чувствовал что я ну как-то вот неполноценный больной себя жалел вот эти все проблемы у меня были и 24 года я решил точно что я хочу измениться что мне нужно что-то в себе менять нужно найти и какую-то работу другую что я хочу чем-то другим заниматься что я работал на хлебозаводе упаковывал булочки пакетики чем может заниматься любой абсолютно человек буквально там через месяц какой-то практик но у меня и были какие-то цели планы я чувствовал что я не реализовываю свой потенциал что я живу не той жизнью который должен жить это меня вот это вот недовольство собой просто разъедала меня и я нашел один тренинг который был как раз по поиску какого-то своего дела своего предназначения и так я нашел свою какую-то такую важную черту что я люблю людей обучать что мне хочется чему-то вот обучать но чему обучать я заикаюсь ничего особо не знаю вот и на том же как-то вот тренинги вдруг один из учителей вот тот который выступал выступал очень уверенно классно четко он как в своей истории рассказал поделиться о том что он избавился от заиканий я ему написал связался договорился и он не дал советы что как нужно делать ну собственность мы с ним полчаса именно поговорили и я начал заниматься занимался очень упорно усердно каждый день час-два каждое утро перед работой вставал в 5-6 часов утра через четыре дня я почувствовал что я начал начинаю что что-то начинает меняться что вроде бы что-то лучше стал говорить через две недели я уже чувствовал сильным прогресс через два месяца я уже мог везде со всеми людьми говорить нормально дальше я уже ушел с работы как раз вот совпало то что учить и чему учить да то есть я себе ставил цель научиться хорошо уверенно разговаривать у меня была такая мысль что если я работа на той работе которые не люблю просто ненавижу за деньги как будто я продаю свою душу за деньги это мысль у меня разъедала я сильно переживал сильно нервничал и с тех пор я вот где-то через неделю через две я уволился с работы мама плакала спорил у меня было ну более-менее нормальная зарплата я ушел в никуда у меня была более-менее более-менее нормальная речь и какая-то надежда что те знания тот именно я чувствовал что эта методика этот способ он работает я чувствовал я это ну как бы прошел на себе я понимал что есть тысячи людей для которых это огромная ценность им я должен этим заниматься через полгода я сделал большое выступление на 400 человек и сделал как раз такое именно заявление что я избавился от заикания я понял свое предназначение в жизни и я буду помогать людям это делать и часто это видео видишь сейчас ставьте себе первые три действия которые вы совершите по приезду домой добрый день меня зовут александр капальники я конечно хотел очень сильно поблагодарить особенно павла . потому что в основном все-таки он с нами сегодня работал и я для себя сделал большое открытие что я по-моему я точно определился со своим делом жизни я просто не имею права этого теперь не делать я точно понял как я избавился от заикания и я точно знаю как это делается и я не имею права не поделиться этим знанием со многими людьми и я прямо сейчас тоже пересматриваю и меня это бросает какую-то дрожь даже сейчас и после этого когда я это сделал я понял что я если я это могу значит я могу все что проще точно дальше я ездил я начал заниматься я именно с другими людьми делиться своим опытом сначала бесплатно это особо не работало никто к этому серьезно не относился дальше я начал брать какую-то небольшую сумму уже за результат то есть я давал людям рекомендации рассказывал упражнения которые нужно делать потом люди которым помогло они собственно уже меня как-то там вот благодарили деньгами и дальше я уже увидел что действительно эта техника эта методика работает и стал уже вести такие тренинги курсы для людей но опять же я ведь это видео что что-то вот где-то не получается что что-то у кого-то получается кого-то сильный прогресс у кого-то нет и я был в постоянном поиске в постоянном улучшении этих этой это его вот знание этого методики смотрел что там делается что делает один человек что делает другой я принял решение обучиться на психолога я ездил каждые выходные я жил тогда вологде я каждую пятницу в час ночи садился на поезд и ехал до москвы всю ночь потом учился в москве на психолога практической психологии мне очень сильно повезло с учителями и мы реально прорабатывали в себе наши какие-то комплексы страхи какие-то там меняли убеждения то есть это была такая практическая психология это не то что там курс университета за пять лет а это курс практических знаний которые ты можешь взять с человеком это уже и делать это тоже сильно продвинул я начал внедрять эти знания уже в свои занятия давать это часть знаний ученикам добавлять к тем знаниям к тем именно методикам по речи по голосу которые были изначально которыми я занимался в самом начале ну и собственно дальше было то дальше психология дальше искал искала методы у меня получалось помогать значительно людям но не всем и вот последние полгода назад я сильно я давно хотел это сделать но почему-то не решался я сделал групповой курс назвал его новая речь новая жизнь и именно в группе я увидел что люди получают невероятный результат именно те кто проходят всю группу в весь курс в течение двух месяцев получает невероятный результат но сейчас нас нет именно это видео не об этом это видео о том как тебе самому взять и что тебе нужно делать если ты человек осознанно если ты человек дисциплинирован если у тебя есть достаточно силы воли и какой-то вот проницательность и ты доверяешь мне и ты можешь взять эти знания сам и реализовать это видео бы такой полный мануал что тебе нужно сделать первым что тебе нужно сделать обязательно тебе нужно сфокусироваться на правильной цели что какая правильная цель то есть когда я сам занимался правильная цель была научиться хорошо красиво понятно разговаривать да то есть меня меня изначально была цель научиться хорошо красиво говорить и опять же преподавать это то есть я хотел заниматься этим что собственно меня и вышло и я тебе рекомендую да то есть большинство людей которые попадают на мой канал которые ищут там где-то в поисковых системах в google и в ю тубе каждый из них у процентов 90 ищут запросы как вылечить заикание как избавиться от заиканий как перестать заикаться то есть и большинство из вас думают что вы больные люди вы не больные люди вы так привыкли разговаривать вы неправильно пользуетесь своим телом и это очень важно первая твоя задача сфокусироваться на том чего ты хочешь реально чего хочешь ничего ты не хочешь на не избавиться вот все люди которые лекаются не очень сильно зациклены на заикание на ошибках на каких-то вот на запинках на сложных словах сложных буквах на что про тебя подумают это все ты должен выбросить из своей головы и думать о том чтобы хорошо красиво уверенно разговаривать первое задание которое я тебе прямо здесь сделаю да здесь будут прямо задания напиши все выгоды ты научился красиво уверенно говорить пришли уже достиг цели напиши пятьдесят сто выгод от того что ты можешь хорошо уверенно разговаривать от того что ты уже достиг свои цели что в твоей жизни изменится какая тебя будет работа какие у тебя будут отношения с девушками с твоим близкими хотя будет после именно осанка походка как ты будешь себя чувствовать сам как ты будешь сам к себе относиться где ты будешь работать на кой машине ты будешь ездить как это повлияет на все сферы твоей жизни а это действительно повлияет на все сферы твоей жизни потому что ребята которые это делают проходят весь этот путь действительно и устраиваются на работу и либо на работе растут по службе и могут уже где-то спорить и так далее все 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 становится возможным при правильной работе то есть это обязательно то есть цель себе поставить нужно научиться хорошо уверенно говорить хорошо уверенно разговаривать но это такая короткая тема сказава и ты уже как давай давай александр что-то там болтаешь расскажи себе чё делать-то надо цель поставил научиться хорошо четко уверенно разговаривать второе второе это крайне важная штука и до вот этой вещи я дошел на самом деле не так давно ходе вот эти вот 8 лет практики было использовано до достаточно много разных методов способов методик которые я сам открывал используем они работали где-то прям хорошо где-то но все они держались на одной важной вещь на одной важной вещь я этот момент не фокусировался на этом я бы знал что это это надо делать это хорошо но каждая из этих всех методик держалась на этой одной вещь и участок поставить на паузу и напиши в комментариях как ты думаешь что это за такая вещь что это за такая штука которая во всех этих как бы методиках было и которая действительно помогает научиться хорошо уверенно говорить и кстати говоря все все это время который я сейчас с тобой разговаривал это я делал и прямо сейчас делаю что это такое какая такая загадка давай с тобой немножко поговорим напиши в комментарии я всем отвечу поговорим там с тобой и те кто будут активны я даже вас приглашу на наше занятие в наших в наш курс и так это говорить каждое слово отдельно каждое слово говорить отдельно я сейчас поясню почему это важно есть еще некоторые вещи но это крайне важная штука прям без неё ничего остальное точно не работает прямо точно если каждый человек который заикается он когда он начинает разговаривать происходит полный хаос полная катавасия путаются мысли идет напряжение идет толчки в теле ступор и судороги у каждого по-своему у каждого чего-то одного больше у кого-то путается у кого-то все вместе и чтобы эту штуку как-то вот размотали на весь клубок неправильных действий тебе обязательно нужно говорить каждое слово отдельно это значит что хотеть изначально сказать только одно слово только одно слово изначально хотеть сказать понимаешь если ты хочешь сказать сразу много и быстро ты очень много будешь вдыхать и у тебя будет ступор потому что ты будешь толкать и будет очень много дыхания воздуха то что хочешь как и много и быстро и поскорее у тебя будет ступор в дыхании судороги и так далее когда ты хочешь сказать одно слово у тебя не тебе не нужно много вдыхать воздуха ты не будешь тужиться то есть потому что ты даешь тело сказать скажи одно маленькое слово у тебя сразу же изменится твое дыхание но сразу будет правильным первая вещь второе у тебя в этот момент перестанут путаться мысли потому что что такое сказать каждое слово отдельно это то что у тебя приходит мысль одного слова который ты будешь говорить дальше ты изначально ждешь слово одну мысль следующего слова и ее говоришь когда она к тебе приходит именно эту мысль каждое слово отдельно из третьих третья выгода если ты говоришь каждое слово отдельно ты начинаешь себя слышать да у меня были на канале видео на эту тему что когда ты себя слышишь и вот если ты сделаешь хотя бы вот так тебе уже заставить себя говорить каждое слово отдельно тебе будет сложно ты будешь это забываться сбиваться конечно лучше всего это делать в нашем курсе новая речь новая жизнь только потому что там есть большая группа людей где вы ежедневно каждый вечер тренируетесь занимаетесь но ты в принципе можешь попробовать это делать сам твоя задача научиться хорошо уверенно говорить каждое слово отдельно не давать себе тараторий торопиться многие здесь путают здесь есть такая очень важная ошибка многие пытаются сказать сразу много и пытаются как бы это поделить поставить точки это неправильно потому что опять же тело готовится говорить много и ты как будто сейчас будешь говорить три километра текста и тогда у тебя будет и ступор и напряжение и у тебя будет все неправильно работать твоя задача изначально хотеть сказать одно слово я сейчас говорю в таком нормальном хорошем быстром темпе но каждое слово отдельно так можно нельзя говорить сразу же за раз несколько слов только каждое слово раздельно это крайне важная вещь если этого не будет никакие остальные методики работать не будут то есть у нас есть много методик но они все базируются на этой вещь и я как подумал блин они все на этом они все на этом построены так давай мы на это сфокусируемся в первую очередь а потом уже на какие-то дополнительные вещи следующая вещь это правильный медленный выдох у многих людей и возможно у тебя есть напряжение в каких-то словах ступоры судороги либо ты не можешь сказать выделить какие-то буквы слова это у тебя происходит опять же потому что у тебя есть не кажешь слово отдельно ты хочешь сказать сразу много ты пытаешься это слово выговорить и именно третья вещь это научиться правильно замедленным выдохом сказать это слово где-то месяца два назад может быть три было видео но очень стало популярно там еще я помню какой-то парень с темным лицом нарисован на картинке если тебе надо найди может быть сейчас он будет вставлено Серега вставь эту картинку вот и в этом видео есть как раз упражнение как чтобы почувствовать тебе нужно почувствовать тот темп выдоха с которым тебе нужно разговаривать но если ты будешь хотя бы делать каждое слово отдельно возможно тебе этого уже не так сильно потребуется именно выдох но выдох крайне важен чтобы убрать ступоры чтобы говорить правильно сложные слова сложные буквы если у тебя самого не получится разобраться либо с темпом либо с этими упражнениями можешь мне написать я тебя послушаю либо дам совет либо скажу если у тебя там много работы скажу welcome проходить курс под нашим руководством в течение двух месяцев так точно у тебя получится ты будешь регулярно заниматься четвертое это твое эмоциональное состояние это некоторые привычки нашего мышления во-первых возьми всю ответственность на себя за твои эмоции за твои чувства которые ты испытываешь переживания и за свои запинки если ты сделал запинку если я сделал запинку это я прямо сейчас что-то сделал неправильно посмотри на это да то есть сделали ты каждое слово отдельно была ли у тебя мысль сделали ты мягкий плавный выдох не резкого дыхания ты сам делаешь свои запинки и это крайне важная штука большинство думают что в что я больной вернее не я каждый из нас думает что я больной человек я считаю что это не так что мы привыкли мы привыкли делать глупости мы привыкли делать неправильно невозможные вещи толкать тужиться путать мысли конечно если каждый человек будет другой делать то же самое он тоже будет заикаться мы просто неправильно пользуемся своим телом если это поймешь почувствуешь настроишься на правильное дыхание то ты сможешь правильно разговаривать в первую очередь прокурсироваться на каждое слово отдельно тебе будет неудобно непривычно нельзя чтобы научиться хорошо красиво говорить нужно научиться вовремя молчать это действительно так но у нас еще в нашем курсе еще большой блок психологии параллоги страхов коммерсов как поднять самооценку но сейчас я тебе это рассказать не могу это очень большая информация которую мы изучаем две-три две-три недели и мы созваниваемся вот таком режиме по скайпу по зуму и говорим каждый вечер чтобы с каждым послушать и каждого настроить да то есть я в этом видео это будет видео на неделю то есть мы не можем такое сделать youtube чтобы вот видео должны досматриваться поэтому мы делаем видео очень коротко очень емко я много сюда вкладываю и информации как ты чувствуешь эмоции поэтому сейчас подпишись на канал поставь лайк напиши комментарий как тебе информация она действительно ценность хотя бы половину из этого сделать даже одну вещь каждое слово заставь себя разговаривать каждое слово отдельно ты уже будешь на 50 минимум процентов говорить лучше точно точно на 50 процентов ты будешь говорить лучше только следуя этому не давай себе тараторить говорить сразу много слов за один раз только одно слово за один раз одно слово за один раз и после этого когда ты научился более-менее привык говорить каждое слово отдельно ты начинаешь это делать везде везде сначала ты учишься это делать в ситуациях легких ну в домом в семье говоришь так я работаю над своей речью я теперь буду говорить по-другому буду говорить вот немножко медленнее каждое слово отдельно слушая себя и так далее и ты ставишь себе цели то есть твоя задача поработать в двух в двух направлениях первое направление это длительность сколько ты можешь себя контролировать не давать себе заикаться ты должен стать сильнее чем заикание то что вот жертва вот я не могу я нервничаю это мышление жертвы ты не жертва ты человек сильный я в тебя верю что у тебя получится если я смог под моим руководством уже несколько десятков человек 30 точно смогли у нас научиться говорить нормально везде даже в стрессе если они смогли значит и ты тоже сможешь тебе нужно что сделать заставить себя вопреки твоим волнением стрессом людям говорить каждое слово отдельно замедляя свое дыхание на каждом отдельном слове это крайне крайне важная история и работаешь в двух направлениях первое это сколько ты можешь времени выдержать я первое время старался хорошо говорить хотя бы там десять минут полчаса час два так я дошел до трех дней первый момент и второе ты постепенно меняешь ситуации да то есть ты учишься сначала в легких ситуациях например говорить по голосовым сообщениям нормально научиться надо потом позвонить потом как бы что для тебя тяжело ты можешь прямо составить такой список легкая вещь тяжелее 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 и идти здесь по шагам дальше 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 то есть вот например самое легкое для тебя это это общаться со своими близкими например я не знаю кому-то тяжело кому-то нет например тебе легко общаться с мамой берешь маму если ты с ней так уже нормально говоришь как то то тебе нужно взять маму и с ней именно поговорить чтобы научиться говорить каждое слово отдельно к этому делу надо привыкнуть можно так читать текст но лучше именно разговаривать и так идешь дальше с мамой научился потом берешь папу бабушку телефон голосовые и так далее и так закрываешь все свои потребности все свои нужды которые у тебя есть дальше идешь по магазинам дальше ты идешь это отвечаешь где-то например студент школьный где-то у доски презентации какие-то делаешь вызываешься то есть здесь у тебя всегда был какой-то страх было какое-то волнение тебе нужно взять вызов перестать бояться айти в эти штуки в эти ситуации и в них учиться правильно разговаривать да то есть потому что ты был какой-то везде зажатый как и я ты всего боялся вот не мог правильно разговаривать если ты будешь делать это четко по этим инструкциям тебя получится постепенно сначала будет корявенько ну как бы так на троечку ну более-менее потом с каждым разом тебе будет легче потом через время ты будешь в ситуациях стресса в ситуациях волнения говорить на еще на самом деле лучше чем в ситуации где тебе комфортно так у нас так у нас устроено собственно вот это весь такой путь как тебе эта информация как тебе эмоции как тебе вот этот весь это реальные истории это реальные вещи которые действительно работают бери и делай напиши в комментариях какое-то вот свои чувства как ты сейчас себя чувствуешь будешь ли ты это делать лучше конечно если ты будешь это делать в нашей команде под присмотром меня и уже наших кураторов лучших учеников которые это уже прошли и сделали то есть если ты хочешь прям точно дойти до конца и чтобы ты мог везде нормально говорить то пиши мне в инстаграме и расскажи о себе аудио сразу записывай там 2-3 минутки расскажи о себе кто ты такой почему тебе это надо почему ты хочешь быть в нашей именно команде почему ты хочешь научиться хорошо говорить и так далее то есть я сейчас стараюсь не взять много людей дальше могу у меня есть такие цели но в первую очередь я сейчас слежу за тем чтобы каждый человек то есть чтобы именно на результат есть много людей которые как бы хотят ну вот они вот как многие хотят похудеть ну вот у меня есть с этим проблемы некоторые да но есть ну вот просто вот хочу хочу болит но есть люди которые реально хотят и реально готовы работать вот я ищу таких людей которые готовы ежедневно поработать два месяца всего но через два месяца это будет реально другие люди которые смогут реально все в этой жизни я не смогут позвонить выступить там поговорить с кем-то поспорить все что вот реальнооту ий все люди могут это же сможет также если пройдешь полностью наш курс под нашим руководством можешь väldigt сам не знаю получится не получится у тебя ты можешь где-то запутаешься как бы ну вот может где-то чуть-чуть растеряться здесь ты будешь каждый день каждый вечер под нашим контролем под нашим руководством и тебя будем вести за руку чтобы ты все эти вещи прямо освоил не видит того что ты знаешь это ты будешь это уметь уметь это другое совсем дело между тем что ты в теории знаешь ты будешь уметь нормально говорить даже в стрессовой ситуации просто сделай раз-два-три течение двух месяцев как-то так я прям рекомендую но это правда не для всех это вот для тех людей кто прям готовы реально работать сейчас у нас такой вот кого-то берем кого-то не берем к сожалению простите что-то если кому-то откажем но наша мощность не такие большие а мы сейчас работаем на результат те люди которые реально работы получают реально новую речь и новую жизнь ну либо проходи сам то есть то что я тебе дал это действительно рабочая схема каждое слово каждое слово отдельно в первую очередь собственно все я тебя прям обнимаю дружище либо подруга подписывайся на канал ставь колокольчик здесь будет самый ценный самый годный контент на эту тему здесь будет видео про мотивацию про речь про развитие себя самооценки и многое другое которое действительно я скажем не просто так вот что-то там придумал это я как бы пережил ощутил и расскажет делюсь с вами об этом если как-то это тебе близко то смотри наблюдая будем развиваться вместе мы все с тобой был александр габанник все у нас тобой обязательно получится все you ну и и и и и и